Ролик имеет исключительно юмористический характер. Автор не имел цели кого-то оскорблять. Когда я искал комментарии для этого ролика, я общался с одним чуваком, и он мне говорит «Лёш, зачем ты копаешься в этом говне? Просто возьми и выдумай эти комментарии». На что я ему ответил «А зачем?». Даже если я очень сильно постараюсь, я не в силах изобразить таких конченых ублюдков, которых вы увидите сегодня. Прошлый ролик всё-таки набрал 50 тысяч лайков, и это... вау! Это огромная сумма. Давайте так, этот набирает 60 тысяч лайков, и я бегу снимать новый выпуск. 60 тысяч? Вы скажете «Нет, да ты охуел!» Да. Просто как бы у меня скоро день рождения, поэтому мне можно чуть-чуть покапризничать. В общем, как всегда, в жопу долгую прелюдию. Цирк ебланов объявляется открытым. Поехали. Тупая хохлятина, ты просто неудачник, вот и бесишься. Игромания, у них богатая группа, и он улыбит подписчиков. Подписчиков? И кокнурс честный машину отдадут умритый чмо канал Параша, сука хохлятская. А теперь представьте, что мать, до чего же, до чего же толерантная, если честно, ты сказал, этого п***ка сделала бы оплот. Честное слово, я искренне презираю противника п***а. Вы только подумайте, это мерзкая квадратноголовая т***а своим существованием, во-первых, позорит свою фамилию, а во-вторых, он отравляет общество. Потому что вполне вероятно, у этого кретина будет потомство. А теперь ответьте мне на вопрос, какое потомство вырастет человек, который пишет подписчики и кокнурс. Снимая дау на ютубе, я что только не видел и считаю, израдея мира, порог мозга, но подписчики и кокнурс. Это нечто невероятное. Без мата нельзя. Да? Давно хотел ответить на этот вопрос, понимаете, я вполне спокойно могу говорить на литературном русском. Но я буду не настоящим. Маты позволяют мне быть более искренним в проявлении своих эмоций. Одно дело, когда ты используешь маты в качестве связующих между слов, а другое дело, использовать их как я, в качестве инструмента раскраса собственной речи. Это совершенно другое дело и в таком случае. Маты не то, чтобы необходимы, а не обязательны. Проще говоря, маты в правильной пропорции, вещь абсолютно необходимая. Задрот, нахер тебе, ПК-бокс и ПС, это илиотизм какой-то, некуда девать деньги, отдай нуждающий мя баран. И вновь возвращаемся к теме х**ов. Вы знаете, я ничего не имею против детей. Они в какой-то степени мне даже нравятся. Но у детей есть один маленький-маленький недостаток. Они взрослеют. Повзрослев, человек начинает выражать свои мысли, которые рождаются, между прочим, в пораженном мозгу. Вообще, взросление это штука ужасная. Когда маленький, прикольный возгенка превращается в ёбанное тупое возгенище. Я вам клянусь, я с глубоким уважением отношусь к народам Кавказа, но имя возген... Пиздец, какое уморительное. Кстати, решил пройтись по старым роликам и заглянул под обзор 50 оттенков серого и нашёл просто обалденный комментарий. Книга хуйня. Ну и ты хуйня. Противно смотреть. Выёбываешься. Плюс тема для видео. То, что тебя ебать не должно. Она просто космос. Я обожаю таких. Плюс она вроде и симпатичная. Единственное, что меня задело, это предъява в ёбистости. Я посмотрел её подписки. Она подписана практически на все бьюти-каналы. Бьюти-блогерши. Это те курицы, у которых каждый квадратный сантиметр, который попадает в видео, стоит хуй ву тучу денег. Начиная от iMac за два куска баксов на заднем фоне. И заканчивая объективом, который тоже стоит от тысячи баксов и выше. Я хожу в одной футболке полгода, но я выёбываюсь. Ладно, ладно. Тебя я готов простить всё, что угодно. Бог есть, и он учит доброте. Тварь ты гнилая. Я желаю тебе сдохнуть в диких муках, мразь. Товарищи, дизлайкайте этого ирода, будь он проклят. Насрать, на комментарии вы имя прочитаете. Зинаида Соколова. Я прям представляю, сидит жирная свиноматка и строчит этот комментарий с компуктера, такого огромного, пузатого. Собственно, это и есть основное комьюнити современной церкви. Следующий коммент я взял из-под ролика, где сравнил PlayStation 4 и Xbox One. И там в конце я сказал, что Xbox это Volkswagen, PlayStation 4 это Bentley. Естественно, я имел ввиду классовость устройств и их разные возможности. Но хомяки, как всегда, не поняли нихуя. Bentley принадлежит концерну Volkswagen. Volkswagen. Причем, знаете, вот этот шакау, он не хотел меня исправить. Он хотел выебнуться тем, что он это знает. Я терпеть не могу людей, которые при любом удачном случае хотят выебнуться абсолютно ненужной информацией. Летом, когда гуляешь в компании друзей каких-то, кого-то кусает комар, он его убивает. И говорит, блин, меня достали комары. И встревает блять, который говорит, кусает не комар, а комариха. Комариха, да. Не комар, а комариха. А еще арбуз это ягода. Да всем бокуй на это. Эти идиоты понаслышались какой-то вот этой бесполезной информацией, которую слышали по телевизору, в журнале где-то вычитали. И начинают ей выпендриваться, пытаясь показаться суперумным. Это не выходит. Это не работает. Лучше бы вы знали все, но в одной сфере, чем во всех сферах, но понемногу. О да, Давидыч бы тебя обосновал за Бентли. А кто не в курсах, коротко. Давидыч это автообзорщик, который сказал, что Бентли машина для пидоров. Давидыч это человек, который разъезжал на старом BMW M5 с колхозным золотым тюнингом. Я ничего не имею против него, он снимает обалденные видео, но опираться на вкус человека, который ездит на золотом BMW, несколько глупо, Андрюша. Имей свое мнение и опирайся только на него, ублюдок. Укроп ебаный. Когда человек переходит на национальность, внешность, родственников, это что означает? То, что он слился как говно. Вообще, антиукраинское настроение мне очень нравится, оно меня веселит как ничто другое. Дмитрий Костенко. Костенко, это исконно украинская фамилия, дебил ты, блядь. В тубе украинского бишь снежмена, елоптанный, освитченный. А что, а что, а что, 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 что он сказал? Прославил Гитлера. Интересно, почему ты такой долбоёб? Как и всегда, по традиции, смотрим каналы, на которые он подписан. Пиздец. Ты хуй. Пожалуй, на этом красноречивом сообщении я и буду заканчивать. Меня часто ругали, что в даунах Ютуба совершенно нет никакого посыла. Дескать, как я уже играл, я беру говно, показываю вам его и говорю, что это говно. В этом ролике я пытался это исправить. В этом видео я пытался донести следующее. Маты, это хорошо. Второе. Скажите нет при зрении по национальному признаку. Третье. Развивайтесь исключительно в одной сфере. Четвёртое. Имейте своё мнение, и пускай оно будет определяющим. И пятое. Делайте преждевременное прекращение. На этом у меня всё. До скорых встреч. Ну и для себя я кое-что вынес. А качественный продукт, музыки, фильма говорит его хейтерская база. Если вот эти сыновья собаки являются моими хейтерами, тогда я всё делаю правильно. И мне это нравится. Надеюсь, это нравится и вам. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»